слушай ну ты ты счастливый такой сегодня ты счастливый такой сегодня гости дорогие приехали ты кого имеешь ввиду ну естественно автор телеграм-канал футбольный бигель крысева да который который сегодня прорывался как нам сказали и прорывался куда-то делал делал прорыв ну что ты ты видишь какие-то одну-две всеобъемлющие причины того почему сегодня спартак выглядела так что пропустил 7 ну почему пропустил 7 я думаю что действительно очень хорошая реализация была сегодня у зенита потому что на самом деле 7 могу забивать в этом туре динамо краснодар но вполне плюс-минус на на такие цифры при такой реализации которая была сегодня у зенит они могли и так забивать поэтому в первую очередь реализации но в целом я думаю что зенит был явным фаворитом и я не видел до матча о чем я и писал не видел ни одной игровой причины по которой спартак хотя бы на очком устроиться саша все правильно но 7 голов пропущено ну 7 голов 7 да ну то есть это какая-то прогрессия такая знаешь 2 от так ты приезжаешь ты в первый раз приезжал к 6-1 был кранец я ее женик на локомотив на золотой матч был да но спартак сколько получил просто раз дрожжи в прошлый раз вам 3 1 до 4 на 4 с учетом ловра на здесь через десяток никто не перейдет не на это самый крупный 7 ты понимаешь как можно 7 7 да ну в смысле но в прошлом году в при карере когда манчине был в на петровском когда было 5-0 у зенита там тоже были моменты на 7 голов ну просто зенит там не забивал другой вопрос что сегодня помимо реализации зенита спартака не было ни одного момента когда можно было перевернуть игру то есть когда спартак там момент даже может быть не в плане именно опасного до какого-то там удара подхода а именно когда спартак там владел каким-то преимуществом был лучше не было ни одного там 10-минутного даже отрезка в этом матче поэтому ну без шансов но то что 7 ну это стечение обстоятельств конечно очень больно и то что это произошло в таком матче в как мы знаем в одном дерби не произносит таких только я не генич вот поэтому ну да вы уже правильно произносит в определенной больно 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 безусловно такой ответ руя наверное где-то из пацанских пабликов цитатников такой что мужчина не должен таких громких заявлений делать но в при этом если там от стёба абстрагироваться которая будет очень много то он признал что наверное это даже в первую очередь его ошибка то как играл спартак это как получал большинство моментов что-то уменьшено ты согласен с его сказать я просто не видел пресс-конференцию да ну собственно я там ему тоже известно мы силы туда прорвались да надеюсь что вы что-то прорвали да что сегодня прорвалось что-то еще в общем спартак ну мы с тобой впервые про это говорили да они пытаются накрывать там сразу после потери мяча ну пытаются чаще всего это не получается потому что либо там один человек как-то выпадает либо он просто не идет либо изначально они так расставлены что им просто неудобно сразу отбирать ну и дальше они получают да вот ну как мостовой забил таких же моментов не один и не два были просто вот такой гол один супер явный который сразу запоминается ну и плюс там максименко и очень непонятно что делать на другой вопрос и если мы вспоминаем то что было четыре дня назад лестер 4 по сути одинаково гола за спину рассказывал да там были передачи по большей части низом но это тоже передачи за спину и у спартака есть структурная проблема как с тем чтобы накрывать там так и с тем соответственно как играют защитники чтобы они там быстрее корпуса разворачивали бежали назад чувствовали пространство за спиной то есть мне кажется что просто вот эти два матча ну понятно что зенит это хорошая команда по меркам чемпионата россии и ну и в принципе сейчас даже нормально и выступает лиги чемпионов лестер это хорошая команда по всем меркам против таких соперников спартак не может играть вот так вот это по моему очевидный вывод и следующий матч у спартака который будет там с лестером с на поле в чемпионате россии нужно играть по-другому ну иначе вот можно получать столько сколько получают они сейчас при еще раз удачной на реализации соперника ты согласишь что это проблема тренера то что ты все перечислил то что тренин не меняет игру исходя из качества своих футболистов состояние нет но я не согласен что тренер не меняет игру вот не ориентируясь на на качество футболистов своих потому что то что происходит с протоколом сейчас это такой компромисс на который идет виталия потому что это совершенно не то чего от него ожидали совершенно не то что мы видели на предмачевом турнике уже у другого букмекера да и совершенно не то что мы видели там по большей счастью в бенфике да наверное все таки другие команды мы не совсем смотрели поэтому ориентировка точно какая то есть то что сказать что он просто вернулся к тому что как играли про то дескан мне конечно нет то есть тут схема не совсем это решает но я не могу сказать что совсем виталия не ориентируется на то что у него есть то что как они играли вот эти два матча это наверное очень наивно да в этом есть тренерская вина да почему рассказов играет право центрального защитника когда у тебя есть кутепа в гапонов это вопрос мы опять же не видим как они тренируются да это это как бы правда мы не видим но вопрос то мы можем задавать ему этот вопрос очевиден исходя просто из состояния здоровья что они вроде бы доступно они попадают заявку это профильные защитники с каким-никаким опытом это гапонов и с большим опытом откуда ну ты видишь как тогда нам перестраивать что не получать два три четыре семь что нужно делать на него садиться как ну я думаю что проще проще всего да кстати нет прита деск я бы не сказал что они садились низко и более того по моему как они начинали атаку чуть ли не своей штрафной когда садились очень глубоко не так это же про другое ты говоришь про начало атаки а я говорю про то что когда так уже когда спартак переходит в шарфной там ну сегодня зенита и соответственно кафрие рассказов и джики они даже на половине поля соперника дальше теряет мяч там мы не накрываем азмун к лудинио вендал там они убегали там мостовой караваев отчасти не естественно это игроки которые бегают туда и все до свидания то есть один в один они разбираются поэтому такой результат до самый простой ты правильно сказал что это играть ниже но то есть сейчас это не соединить желание прессинговать там с тем что есть сейчас на сзади поэтому на это нужно точно сбора будут ли они урвы это большой вопрос я думаю что для этого нужды более высокого качества precise solid но давай давай смотреть у народу который есть таке кто был мог играть в основном составе зенита если брать расчет что спартак тоже претендуют на титул или претендовал правильными и esc materials к той же будешь по такам мог бы играть открою основном составе конкурировать за места вас 0 конкурировать место в основном составе мог Соболев в хорошей форме, согласен, по своему уровню абстрагируется от всех других моментов. Промес и Мозес могли бы конкурировать за место в основном в составе «Зенита». Мы уже с тобой назвали основных игроков, которые отвечают за атаку Спартака. Ларсен в состоянии прошлого сезона мог бы отвечать. Мы уже перечислили все с тобой атаку. Сейчас очень много стебутся в комментариях на одном известном сайте над твоим постоянным спикером Ильей Леонидовичем, который заявил о том, что у Спартака лучшая атака в лиге перед сезоном. Я считаю, что по индивидуальному классу это одна из лучших атак. Не лучше, чем у «Зенита» 100%, но лучше, чем у «Динамо» я думаю точно. Наверное, сопоставимо с «Краснодаром». Я бы сказал, что по атаке индивидуальный класс это три лучшие команды «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». То есть понятно, что там ЦСКА вообще не рядом. Скажи, вот я говорил с болельщиками, они походили там просто что-то обменяться мнениями, сфотографироваться. Один из них так сказал, гнать надо Симака. Симак, какое отношение с Петербургой? Мне кажется, сейчас все очень позитивно. То есть, безусловно, было недовольство стилем игры, было недовольство особенно результатами в прошлой Лиге Чемпионов. Ну и действительно, да, это было… То есть, наверное, это не назвать в полной мере позором, учитывая там всякие ковидные вот эти все дела. Но было больно. Я думаю, что было сопоставимо с тем, что сегодня получил «Спартак», болельщики «Спартака». Ну, игроки вообще все, кто связан, потому что, допустим, я был на матче в Бельгии, да, и это было очень неприятно. Такого беспомощного «Зенита» мы давно не видели. Сейчас, ну, какие вообще причины могут быть для увольнения Симака? По результату все хорошо в чемпионате России, там проиграли «Арсеналу». Ну, это если они еще сыграют с «Арсеналом», да вообще с любой командой. Такие игры по соотношению моментов. Ну, «Зенит» проиграет еще там максимум одну из десяти. То есть, по качеству игры «Зенит» был лучше в Лиге чемпионов. Ну, с «Ювентусом», наверное, игра не совсем удачная с точки зрения атаки, но все равно с точки зрения обороны они дали создать много другое. Вопрос, что это «Ювентус», «Алегри», вот эти все дела. Да, я согласен. Я ставил на 1-0. Мы там с Ваней Карповым говорили перед игрой. На следующий день он мне звонил, говорил «Ничего себе, ничего себе». Вот. С «Челси» вообще хорошая игра была. Были и контратаки, и в обороне не так много допустились. С «Мальмо», кстати, на самом деле у меня больше вопросов по качеству, но результат супер, и добивали соперника в большинстве оказавшись. Поэтому я вообще не вижу сейчас… Я, во-первых, их не слышу, этих разговоров о какой-то там смене тренинского штаба. Я не вижу вообще ни одной причины для каких-либо перемен. И вот сейчас очень хорошо, что это все-таки подкрепляется вот это все выступление и все ощущения в чемпионате России, которое есть, оно подкрепляется европейскими соревнованиями. Скажи, твое видение, а почему «Джилов» в стартовый не попадает? В смысле? Ну, что значит «не попадает»? Ну, что значит «не попадает»? Ну, участник сыграл. Ну, это значит «не попадает», но сегодня не попал, да. Ну, «Зенит» меняется. И как раз-таки, то есть, раньше можно было предъявлять претензии по стилю, нельзя было по результату в чемпионате России. Ну, и, в принципе, если вспоминать еще первую лигу чемпионов, когда был «Лейпциг», «Бенфика» и «Лион», то там тоже, ну, так сложились обстоятельства. Я думаю, что, по-моему, «Зенит» был четвертой командой с семью очками вообще за всю историю, которая четвертым местом заняла. То есть, такое очень редко бывает. Сейчас, с тем, что «Малком» набрал, наконец-таки, и он, хотел сказать, не травмировался, но сейчас он травмирован, но вроде как несерьезно, с учетом того, что приобрели «Клаудиниос», с тем, что «Вендал» адаптировался, вот эта вся история с бразилиализацией «Зенита» произошла, совсем другая игра. И, на самом деле, чисто и честно, мне кажется, что «Дзюба», потому что было до сегодняшнего дня, он подходит больше, чем «Азмун». И то есть, совершенно нормально, что «Зенит» сейчас очень часто, наверное, будет играть с одним нападающим, когда оба здоровы, и «Дзюба» либо «Азмун» могут оставаться в запасе. Сегодня, я думаю, что «Дзюба» остался в запасе, потому что «Симак» понимал, что как раз-таки «Спартак» плохо накрывает, нужно бежать. И, собственно, «Мостовой» третий раз всего вышел в стартовом составе, да, в этом сезоне, то есть он же редко играет. Ну, это значит, тренировочный процесс нормальный, когда игрок выходит, да, и выступает хорошо. Но, вообще, это страшный сон, когда «Спартаку» забивает «А», «Мостовой» один голод 2. Два момента у меня последних. Ты понимаешь, отрицательное отношение, причина отрицательного отношения «Болелого» к «Дзюбе», но я сегодня увидел «Свист», ну, понятно, почему «Спартаковский», почему «Зенитовский» так не любит. Кстати, «Спартаковский», по-моему, было только при объявлении составов, нет? Когда он выходил, по-моему… Не-не, когда уходил был и… Ну, когда он уходил, понятно, это «Вираж» слышалось, да, тут ничего нового. «Себотен, крыся, ну иди сюда, ну что ты волнуешься так, да». Я просто хотел дать анонс, что будет интервью. Да. Статусное для меня, естественно. На канале там много, много, много других спикеров хорошего. Давай, не вытянуйся. Да, ну что, ну, а что нового? Ну, то есть… Нет, он же правильно сказал, то есть все как бы опять начинают хейтить, а он же правильно сказал, слушайте, ну он забил 100 голов, он выиграл 3-ти титула. Нет, вообще, дело вообще даже не в «Зените», а чисто, ну, все-таки карьера Артема, она подходит к завершению потихонечку, да, там, возможно, он там счет играет там пару лет на таком уровне, на котором он играет сейчас, и вообще супер будет, но просто ты посмотри, лучший бомбардир российских клубов в Лиге Чемпионов, да, лучший бомбардир в истории сборной. То есть в «Зените», да, там, ну, я рос там на вот этой команде Киржаков, Аршавин и так далее, и там многие рекорды устанавливались на моих глазах, и когда я сейчас просто вижу вот это и вижу, что Дзюба там, ну, он далеко впереди Аршавин, он там будет, наверное, там вторым даже ассистентом в истории клуба после Аршавин. Да. Ну, это супер, ну, это легендарно, то есть это по результатам он абсолютный топ, вообще неоспоримо, и действительно, вот, когда просто смотришь эти цифры, что происходит. Ну, много всяких историй, которые, вот, такое отношение, да все нормально с этим живут. И «Вираж», и сам Дзюба, я думаю, что от того, чтобы ему там поменьше свистели, ну, конечно, ну, конечно, ну, слушай, и я думаю, что если бы Артем это как-то волновало, наверное, сильнее, чем волнует, он бы тоже, может быть, где-то был более сдержан. А так он, ну, а так он такой, как он есть, да, кому-то не нравится, кому-то нравится. Зениту он принес очень много пользы. Давай, ты как тексты заглавил на спорте? Какой у тебя заголовок? Так, а я еще не писал, я же буду пересматривать. Ну, какой будет печать этот заголовок? Не знаю. Давай анонсируем. Да нет, я, возможно, вообще не буду ничего писать, потому что я дал интервью YouTube-каналу «Футбольные беги», и я думаю, что можно все заканчивать. Ну, в общем, читаем твои тексты на спорте, и давай скажем Глебчику, у него впереди тяжелая неделя, что мы ему скажем? То есть впереди тяжелая неделя, а вот это 3-4 и 1-7 было нормально. У него, по-моему, кстати, заканчивается уже отпуск, насколько я понимаю. Ну, может быть, ему дадут еще неделю отдохнуть после такого, тут Влад Воронин решит. Да, я знаю, что Глеб очень переживает, если говорить серьезно, сто процентов. И сегодня же он, или вчера, говорил грузите хаты на поведу Спартака. Ну, вот. То есть надо прийти и жилье забрать в пользу Сева, да, я так понимаю? Возьмешь? Жилье? Жилье Чернянского. Он живет в хорошем районе, я не буду палить. Сокольник. Там пиццерия классная еще в Евдопе. Он я один раз приглашал. Мне послушалось Мцири. Мцири, понимаешь, о чем я говорю? Не-не, Сева, что-то максимум известия он читал, поэтому... Нет, конечно. Спасибо тебе большое. Спасибо. 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 Спасибо.